Слава Господу! С берегов Невы, Ижоры, Черной речки благоставляю всех вас во имя Господне! Сегодня у нас 22 мая, 2019 год на дворе, ну а в библейском исчислении уже 17 число месяца Яр, вот Песах Шини, как бы вторая Пасха, вот второй шанс Пасхи. Я нашел у себя такой конвертик, заначку мацы, я в дорогу, оказывается, положил с собой мацу, да, значит, на Песах Шини, похрустеть мацой. Да, шалом, пастор Сергий, пишет, да, Юра, Роман, Роман пишет, да, вы изменили обстановку. Просто я в другой комнате, это я то на кухне проводил, вот. Лучше здесь, в комнате, потому что здесь я никому не мешаю, потому что еще раннее утро, вот, и люди спят, спят еще, вот. И там очень слышимость хорошая такая, вот, поэтому я, вот, люди потом, ну, одним словом, люди слышат многие, ну, это хорошо, конечно, что слышат многие, но, как бы, надо, чтобы был мир, вот, и чтобы покой такой, чтобы, ну, мы вели себя. Так вот, а то я люблю петь ведь еще, люблю петь, тем более, что вот голос восстанавливается, и я просто не могу удержаться тогда, я начинаю сразу петь. Как только голос прорезается у меня, как только голос восстанавливается, я сразу начинаю петь. Пусть подымаются и молятся с нами. В принципе, да, почему бы нет, я не против, слава Богу. Ну, в этой комнате тоже неплохо, вот. Здесь даже по-своему интересно даже так вот. Вот, слава Богу, благоставляем детишек, благоставляем всех во имя Господня, все семьи эти благоставляем. Аллилуйя, весь этот город благоставляю во имя Иисуса Христа. Да, и место из Писания, которое я обозначил, это 1 Коринфянам 3.16. Молюсь, и вчера вечером молился тоже об этом, и сегодня утром, совершая тоже хлебопреломление, приготовил я, тоже для хлебопреломления. Буду мацой причащаться сегодня, кстати, тоже, да. Вот, возьмите себе хлебушка, приготовьте, налейте себе соку, или просто воды даже налейте. Поразмышляем о теле крови Христа, поразмышляем о великом таинстве Храма Божьего, друзья. Вот, и Храм Божий, Святой, это, сегодня это живой человек, сегодня это живые люди, сегодня это мы с вами. Дорогие друзья, это не Храм из мертвых камней, а Храм из живых камней, из живых камней. А, веду я. Спасибо, Господи. Вот, и здесь, разве не знаете, что вы Храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит Храм Божий, написан дальше в 17 стихе, того покарает Бог, ибо Храм Божий Свят, а этот Храм вы. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Вот, а перед тем, вообще там такое, очень красивое, думаю, обращали внимание, да, очень красивое такое сравнение. Я раньше его использовал часто, кстати. Вот, значит, строительство, сравнение, вот, жизни верующего человека, да, сравнение со строительством. Очень красиво, и в 11 стихе там написано выше, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. То есть, основание этого Храма, великого Храма Божьего, сам Иисус Христос. Аллилуйя. Это уже третий Храм Божий, так мы называем его, потому что первый Храм построил Соломон, ну, не считая, если переносной, передвижной там Храм. Вот, вот, евреи-передвижники были, да, до того, можно сказать так. Вот, а Соломон уже, по милости Господней, да, и благодати построил Храм Божий, великолепный Храм. Вот, затем история в Библии это подробно описывается. К сожалению, да, для всех нас великий урок в том, конечно, по грехам нашим Храм тот был разрушен. Вот, Библия подробно об этом нам рассказывает. И это нам в наставлении, в назидании всем нам написано. Не для того, чтобы мы судили там вот и думали, вот, если бы мы жили во дне, вот, те самые древние времена, мы бы поступали вот и так, и так, по-другому поступали бы. Нет, на самом деле, это неправильный взгляд на историю, на прошлое. Это больше приличествует, как бы, неверующим, но верующим прилично размышлять другим образом. Каким? Учиться на ошибках предшественников. Имея ум Христов, мы имеем великую привилегию, шанс именно учиться на ошибках прошлого. Вот, и также учиться подражать вере тех, кто действительно сохранил веру, дошел до конца. Вот, и именно таким образом взираем на прошлое. С покаянием, с молитвой, с, ну, словословием. Святым прилично словословить, действительно. Слава Богу. Не осуждать, а словословить. Вот, и поэтому, да, первый храм, тот самый храм Соломонов был разрушен по грехам нашим. И затем было, ну что, был плен, было изгнание, было все так вот, как оно было. Печальная история. Она описывается у пророков. В основном, все из-за, как раз, вот греха, ну, от того, чего Бог предупреждал, в это же и вляпались мы, как бы, многобожие, идолопоклонство. Все это, к сожалению, привело к разрушению храма Божьего. Бог, как бы, свою защиту убрал от храма Божьего. И произошло то, что произошло. Но затем в плену уже было обращение, покаяние, мы знаем, да. Ну, не всех, но не сразу, конечно же. Вот, постепенно, постепенно, не сразу храм строился. Вот, и, но, постепенно отстраивался храм. Хотя, поначалу, то, что построили у стариков, вызывало лишь слезы. Потому, что многие плакали, да, потому, что еще пацанами они помнили то, что было в древности, как и храм был. Вот, тот самый, значит, и, конечно, ни в какое сравнение не могло все идти. Вот, но затем, что произошло? Храм постепенно отстраивался. Храм постепенно украшался, отстраивался. И ко времени пришествия Машиаха, ко времени Рождества Христа, этот храм уже второй, мы его называем, вторым храмом уже. Это история, собственно, одного храма все, но это уже второй храм. Второй храм перед пришествием Машиаха был великолепен. Две тысячи лет тому назад, да, все признают это чудом света. Да и в миру это признали бы, будем так говорить, неевреи это признали бы чудом света, если бы не, ну, проблема антисемитизма, будем так говорить. На самом деле великолепный был храм. Те исторические сведения, которые мы имеем, значит, они показывают нам действительно величие этого храма второго предпришествием Христа. И на самом деле было на что посмотреть, и когда ученики говорили Машиаху, что посмотри, Иисус, Иешуа, посмотри, какой великолепный храм, какие здания вообще, даже вокруг храма прекрасные здания. Но Мессия сказал так, что храм будет разрушен, этот храм будет разрушен, все будет разрушено, камня на камне не останется. Вот посмотрите. Да, и, конечно, все это исполнилось. Эти слова Машиаха были сказаны 1989 лет тому назад, да, почти 2000 лет прошло, слушайте, почти 2000 лет, но эти слова были сказаны как приговор тогда, знаете ли. И 70 лет, в 70-м году, вернее, 40 лет спустя, после того, как эти слова были сказаны, в 70-м году нашей эры этот храм был разрушен действительно. И действительно, как Мессия говорил, камня на камне не осталось. Римские оккупанты, эти варвары разрушили храм Божий в исполнении библейских пророчеств, пророчества самого Машиаха, самого Христа, даже сами того не понимая, они исполнили, их руками Бог исполнил пророчества сына своего и Господа нашего, спасителя нашего, агнца своего, льва из колена Иуды, целителя нашего и освободителя. Слава Тебе, слава Тебе, Господь, благословен Ты, Царь наш, благословен Владыка наш, благословен, 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 слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, слава, слава, слава и хвала, благодарю Тебя, Господь, Боже всемогущий, благодарю Тебя за все, за то, что Слово Твое, оно живо и действенно, и оно на ветер не бросается, Слово Твое исполняется, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Боже. Да, друзья, и вот место из Писания, которое я обозначил в начале 1 Коринфянам послание, это было написано послание как раз вот в это время, о котором я сейчас рассказываю, до разрушения храма Иерусалимского. Ну все историки, все исследователи, библеисты все признают, что это послание было написано как раз до 70-го года нашей эры, то есть до разрушения храма Иерусалимского. Да, но в 70-м году это произошло. Так вот, и апостол Павел, еврейский апостол, посланный к язычникам Шауль, он, Раф Шауль, он написал в этом послании удивительную тайну, описал то, что храм Божий сегодня это живые души, живые люди, это верующие, возрожденные свыше верующие. Это было, конечно, революционно в то время, а сейчас это, спустя 2000-летие почти это звучит революционно, а в то время, представляете, храм тот каменный еще стоял, он еще не был разрушен, но уже звучали слова, что, да, прозвучали, во-первых, слова Машиаха, что храм будет, все это будет разрушено, но, во-вторых, звучат слова вот апостола Христова, который говорит, что разве не знаете, разве вы это не чувствуете, не понимаете, разве вы не прониклись этим, что храм Божий, святой сегодня это живой человек? Это вы, это мы с вами, это живые верующие, живые камни, вы это не чувствуете, вы это не осознаете разве? Ведь именно мы живые камни сегодня, из нас ведется стройка, это величественная стройка, основанием, фундаментом, который является сам Иисус Христос, Иешуа Машиах. И куполом этого храма, завершением таким красивым, прекрасным завершением, и началом, и Альфы, и Омегой, да, и началом этого строительства, и венцом, венец всему делу, да, как там, конец всему делу венец. Вот он является венцом, украшением этого храма, это сам Иисус Христос, глава церкви, друзья мои, братья и сестры, опять-таки тоже сам Иисус Христос, глава церкви Христос. Аллилуйя, спасибо тебе Господь. И весь этот храм, святой храм, он называется телом Машиаха, он называется телом Христа. Аллилуйя, спасибо тебе Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Братья и сестры, друзья, величественная картина, стройка тысячелетий, так называю тайну Царства Божьего, церкви Бога Живаго, которой есть столб и утверждение истины, стройка тысячелетий. Нашей с вами церкви, друзья, церкви Иисуса Христа уже два тысячелетия, без малого, 1989 лет исполнилось и исполняется. На Голговском кресте, как я вчера говорил на вечерней молитве, напоминал, рождение церкви обычно называют день Пятидесятницы, но это не совсем справедливо. Это тоже правда, но это не вся правда. Вся правда в том, что церковь Божья родилась на Голговском кресте, в крови Машиаха, в крови Христа. И наше духовное возрождение, возрождение всех верующих на протяжении этих двух тысячелетий, без малого, это все кровь Иисуса Христа. И рождение, Он нас рожал. Голговский крест стал как вот такой родзал, знаете ли, вселенский родзал, в котором рождение происходило всех нас, миллионов и миллионов верующих. Миллионов и миллионов верующих разных, разных, разных народов, разных племен. Всех, всех и вся, и всех и вся. Я, Аллилуйя, спасибо тебе Господь. Он рожал меня там, Он мой родитель. Я кость от кости Его, плоть от плоти Его. Я рожден им, и кровь Иисуса Христа сегодня в моих жилах. Мои руки, это Его руки, мои ноги, это Его ноги. Я Его, я живу им, Он живет мной. И уже не я живу, живет во мне Христос. Великая тайна, два тысячелетия раскрывается великая тайна. Бог, живущий в человеках и среди человеков. Величественная тайна бытия, величественная тайна Царства Божьего. Спасибо тебе Господь. Благословен ты, Царь Вселенной. Благословен Бог Святой. Благодарю тебя, милостивый Государь. Благодарю тебя, Царь Царей, Господь Господствующий. Аллилуйя. Стройка тысячелетий продолжается. Сегодня на строительной площадке кипит вовсю работа. Сегодня на строительной площадке Царства Божьего кипит вовсю эта великая грандиозная работа, друзья, братья, сестры. Аллилуйя. Да, и когда рассказываю я тему в школах библейских, допустим, или в церквях провожу семинары по истории христианства, то я говорю как раз, что на этой строительной площадке много всего было. Эта строительная площадка много кого повидала. Разных, да, рабочих, прорабов Царства Божьего. На этой стройке много побывало, много поколений потрудилось уже. Вот. Были времена, когда эта стройка превращалась в долгострой, и бельем все порастало, и казалось уже проще снести это все, и по новой строить сызного. Но нет, Бог так не бросает. Он не бросает своего. То, что Он задумал, Он это исполняет. И даже если там какие прорабы и рабочие были неверны, и даже если все превратили люди вообще просто в долгострой и в позор, знаете ли, так что люди проходили мимо и охали-ахали и думали, вот это Царство Божье, это Церковь Божья, да хай Бог мыл от такого Царства Божьего, оно нам даром не надо. Знаете ли, всякое было и злословище, злословили, вот, и Царство Божье приходило в такой упадок, в такую деградацию, такая была многовековая даже эпоха великой деградации, великой деформации Царства Божьего. Да, хулилось имя Господне среди народов, да. Но, друзья, пять столетий назад, по милости Господней, на стройке этой закипела вновь работа, появились новые прорабы, новые рабочие, смотрю там, да, началась эпоха великой реформации. Была эпоха великой деформации, деградации, уничтожения Царства Божьего. Да, бельем все порастало, но, знаете ли, грехами всякими, и, значит, и беззакониями, да, уничтожалось Царство Божье, но не смогло быть уничтожено, потому что имело великие обетования, и имеем мы великие с вами обетования. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Спасибо, спасибо, спасибо! Благодарю тебя, Господь! Аллилуйя! Вот, и, да, даже в эпоху великой деградации, деформации, эпоха великой деформации тоже знала великих реформаторов, да, выходили на стройку, да, рабочие отдельные, отдельные бригады, отдельные прорабы выходили, и начинали было строить. Но, конечно, да, судьба многих из них была такая мученическая, печальная, да, их убивали на кострах инквизиции, погибали лучшие сыны и дочери Европы и мира, тогдашнего христианского. Но пять столетий назад уже все, уже нельзя было остановить то, что Бог решил совершить эпоха великой реформации. Была эпоха великой деформации, началась эпоха великой реформации, то есть восстановление, реформация, есть деформация, есть реформация. Это деформация, это деградация, это уничтожение, разрушение, а ре, реформация, это восстановление, это исправление, это покаяние, это возрождение, аллилуйя. И вот, по милости Господней, пять столетий уже, даже уже чуть больше, да, продолжается эта эпоха великой реформации. Постепенно, поэтапно восстанавливается Царство Божье. И не просто восстанавливается, а и стройка вовсю по новой закипела, слушайте. Особенно последние сто лет, двести, сто лет особенно, да, да и скажу, если по совести, то последних где-то лет семьдесят, восемьдесят, семьдесят лет где-то последних стройка кипит вовсю. Слава Богу! Аллилуйя! Да, кстати, один из союзов православных реформаторских здесь, в России тогда, сто лет назад, он так и назывался, Союз Церковной Возрождения. Александр, приветствую вас тоже, Никитин. Слава Богу, что реформация продолжается, невзирая на все запреты со стороны властей. Да, сильные века сего иногда поддерживают реформацию, как мы видим, допустим, в эпоху Лютера, допустим, и некоторые другие эпохи, да и сейчас тоже. Но чаще всего, если власть имеющий человек и деньги имеющие власть, то не так-то и много там людей возрожденных среди таких, среди таковых. А даже бывает, что люди невозрожденные, но, как бы так вот, эти сторонники Царства Божьего все-таки, ну, как бы видят в этом, видят в Царстве Божьем какую-то выгоду, допустим, определенную, электорат, допустим, в конце концов, или же какую-то пользу обществу, там, прочее. Но это не часто на самом деле, а чаще всего на самом деле, это по всей земле, во всех странах, народах, чаще всего люди при власти, при деньгах, они игнорируют как минимум Царство Божье, а чаще всего выступают на стороне как раз тьмы, пытаясь палки в колеса вставить Царство Божье, пытаясь разорить Царство Божье. Увы, 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 чаще всего так и есть. Но, знаете ли, Бог избрал порой не таких и богатых, и великих, и знатных, и умных, красивых, там, да, ну, маймо-тоши маймо, да, как Кравчук вам говорил, президент Украины еще. И имеем то, что имеем. Вот, и, знаете ли, и сегодня, вот, спустя два тысячелетия по-прежнему среди святых и верных чад Божьих на этой земле не так много и богатых, и влиятельных людей, не так много красивых и умных, не так много смелых и отважных, не так много, знаете ли, вот, таких известных, вот, даже когда кто-то из известных, из богатых и умных, красивых, образованных обращается, то это становится каким-то событием даже в мире христианском, как правило. Потому что, знаете ли, как правило, люди, имея что-то, в чем они могут себя, как бы, самоутвердиться, да, за счет чего, как правило, такие люди редко обращаются к Богу и чаще всего находятся в своем таком дурмане определенном финансовом, политическом, там, и прочее, да. Но, по милости Господней, царство Божье распространяется, и чаще всего распространяется царство Божье простыми людьми совершенно, обычными, казалось бы, заурядными людьми, обычными, вот, не так много христиан таких ярких, харизматических, да, и действительно, в этом сила Божья, в этом, как ни странно, проявляется сила Божья, потому что я, когда человек, он осознает, что, да, он без Бога не может ничего, то я это по себе вижу, Бог проявляет себя так могущественно, просто, вообще, и, да, каждый верующий в этом убеждался, многожды, я думаю, многожды, слава Богу, пусть Господь благословит всех вас, братья и сестры, не переживайте, что, значит, там, либо не имеете, там, того, не имеете того, всего, пятого, десятого, взирайте на славу Божью, Господь благ, Господь, Он через нас, через наши немощи, Он величественно проявлялся и проявляется, и будет проявляться, поэтому, немного сильных, да, среди нас, но церковь строится, есть песня такая, вот я куплет такой вспомнил сейчас как раз, немного, как бы, там, мудрых или сильных, как-то там, но церковь строится, вот, и церковь созидается из живых камней, из душ святых и верных, аллилуйя, Богу нужно наше сердце, наша любовь, потому что Он отдал Себя самого за нас, потому что Он свое сердце распахнул для всего рода людскагу, аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, благодарю Тебя, благодарю Тебя за все, аллилуйя, братья, сестры, и сегодняшний, в этот утренний час молитвы я возношу Богу хвалу, благодарю Бога за церковь Его, царство Его, царство Божье, аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, благодарю Тебя, Отец Небесный, Бог Святой мой, благодарю Тебя за Твою великую любовь, ибо так Ты возлюбил мир, весь этот мир, всех нас, Боже, все истрадавшееся человечество, что отдал самого себя на крест, отдал свое сердце на растерзание, отдал Сына Своего, единородного Своего, кровушку Свою отдал за нас, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, и Ты превознес имя Иисуса в этом тварном мире, в этом временном мире превознес имя Иисуса, дабы пред именем Иисуса Христа, того, ради кого все было сотворено, и кем было все сотворено, и для кого было все сотворено, пред именем Иисуса Христа, всякое колено склонилось небесных, земных и преисподних, хочешь, не хочешь, все склонилось бы пред Тобою, Так действительно и происходит, потому что все от Тебя и для Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Благодарю Тебя за Царство Твое. Благодарю Тебя за великую честь быть частью Царства Твоего Государства. Царство Государства Твое, Боже, это и есть Твое Королевство, в котором Ты, Король, Господь наш, Царь наш, Иисус Христос. Аллилуйя. И мы ту же веру исповедуем сегодня, что и две тысячи лет назад наши братья, старшие и сестры исповедовали, что записано в деяниях апостольских, тот же самый символ веры мы и исповедуем, и говорим сегодня и себе, и друг другу, и всему этому истрадавшемуся миру. Мы говорим следующее. Ибо нет ни в ком другом спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которому надлежало бы нам спастись. Только Иисус Христос. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками. Человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя. Благоставляю великое имя Твое. Аллилуйя. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Господь. Отец, Бог мой, Царь мой, Иегова, имя Твое. Бог Аврама, Исаака, Якова. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Иисус Христос, спаситель мой. Господь мой, Господь мой, Господь мой, Царь мой, Друг мой, Брат мой, Целитель мой и Освободитель мой. Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой. Благодарю. За все я благодарю. Я Тебя, мой Бог, люблю. Я Тебя, Господь, люблю. И за все благодарю. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твою, за победу Твою. За жизнь вечную, бесконечную. Жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, О Дух Святой. За все я благодарю. Я Тебя, мой Бог, люблю. Я Тебя, Господь, люблю. И за все благодарю. Спасибо, 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 Господь. Я Тебя, Господь, люблю. И за все, мой Бог, Тебя, Тебя, лишь Тебя благодарю. Аллилуйя. Слава Тебе, слава Тебе и хвала, Боже всемогущий. Этим утром прими сегодня, Фимиам, молитв, благоухание к престолу. Слава Твоей. Аллилуйя. Слава Тебе, слава, слава, слава. Агнцу Божьему. Возвеличен Ты, достоин славы всей. Велик наш Бог на троне. Поем Тебе хвалу из сердца своего. Великий славен наш Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, слава Агнцу Божьему. Слава, слава, слава. Слава Тебе, Господь, Ты и Альфа, и Омега, начало и конец. Ты и первый и последний. Слава Тебе. Слава, 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 Господь, Боже всемогущий. Ты был, есть и грядешь. Аллилуйя. Ты был и есть и грядешь. Вседержитель. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя за кровь святую, Боже, которой искуплены мы от суетной жизни, предана нам от отцов. Благодарю Тебя, Господь, за кровь святую, которая омывает и сегодня, спустя два тысячелетия, омывает от всякого греха всех приходящих к Тебе в смирении. Боже, с любовью, Господь, Своей любовью отвечающих на Твою безусловную великую любовь. Слава Тебе. Благодарю Тебя, Господь, за кровь Иисуса Христа, который ныне действует в цели Твоем, в Царстве Твоем, в Церкви Твоей. Больные исцеляются, мертвые поднимаются, воскрешаются, прогоженные очищаются, Божие безутешные, Божие утешаются. Господь, восстанавливаются разрушенные, Господь, спасибо Тебе, спасибо, спасибо. Духовно перерождаются люди, Господь, слава Тебе, становясь новым творением во Христе и Иисусе, Господе нашим, слава Тебе, слава и хвала. Сегодня, совершая великое таинство причастия тела и крови Твоих, Боже, я восхищаюсь Тобою и благодарю Тебя, Господь, аллилуйя, аллилуйя. Братья, сестры, и вот хочу прочесть здесь, вчера прочитывал Семена Нового Богослова, такой был харизматик, православно известный, православный харизмат. Вот, и очень интересная мысль такая, мне очень понравилось, вот, ну, об этом и я говорю, и все мы говорим верующие. Сегодня просто приятно было так вот услышать, знаете ли, прочесть это у отца церкви еще вот начало 11-го столетия. Вот, он, кстати, жил, да, конец 10-го, начало 11-го столетия, еще накануне там раскола церквей, разделения. И вот он уже был старым человеком, уже был пожилым человеком, уже, вот, и у него откровения такие начались о теле крови Христа, вот, о причастии тела крови Христа. И вот он написал здесь, интересно, вот, он однажды после причастия, вот, рассуждал так вот, вернулся к себе в келью, вот, он жил, он был простым монахом, жил в простой глиняной келье, из глины вылепленная там была стена, эти были все облеплены, вот, жил себе, не тужил, вот, простым монахом скромно. И вот такие у него вдруг откровения такие, да, где ничего не было в этой келье, да, кроме деревянной скамьи. И сидя там, глядя на свои руки, он вдруг посмотрел на свои руки, да, на все свое тело, осмотрел свое тело, он воскликнул. Как таинственно дивно это тело, как таинственно, таинственно и дивно это тело. Дальше сказал он. Так, стоп. Оно вмещает самого живого Бога. Бог пришел в мир, чтобы излить в нашу человеческую природу свое божество. И принимая хлеб и вино, я причащаюсь, приобщаюсь к его святому человечеству и его божеству. Его святому человечеству и его божеству. Спасибо тебе, Господь. И дальше этот Симеон Новый Богослов сказал так. И теперь эти руки, аллилуйя, и это тело, старческие и дряхлые, казалось бы, да, руки и тело воплощенного Бога. Руки и тело воплощенного Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Бога воплощения, братья и сестры. Вот что такое Евхаристия. И эта хижина, простая хижина его, да, такая малая и такая убогая, шире небес. Аллилуйя. Потому что весь Бог пребывает в ней через мое присутствие. Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Вот такое размышление этого харизматического отца в церкви. Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, спасибо. Сегодня причащаемся телу и крови Господа нашего, Спасителя Иисуса Христа. Сегодня совершаем это великое таинство. Вот, но не только принимая причастие непосредственно, вообще вся жизнь наша, это одна Евхаристия, это хлебоприломление, это причастие. Тело и крови Господа. Это Бога воплощение. Спасибо тебе, Господь, спасибо. И вот сегодня я возьму мацы немного, кусочек мацы, опреснок. Кстати, сегодня еще продолжается Пасах Шани, да, получается. Вот. Ой, спасибо тебе, Господь. Спасибо. Есть смысл подумать как раз о нашей Пасхе, которая есть Христос, нашей чистоте и святости, непорочности, которой есть Сам Иисус Христос. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. И налейте себе соку или просто воды даже. Возьмите хлебушка. И причастие, это братья и сестры, не просто качество там хлеба, вина, нет, это качество нашего рассуждения о теле и крови Господа нашего, Спасителя нашего, Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Спасибо тебе, Святой, спасибо. Спасибо. Благодарю тебя. Благодарю тебя за все. Благодарю тебя за жизнь вечную. Благодарю тебя за спасение твое. Благодарю тебя за это Боговоплощение, свершившееся 2000 лет тому назад и свершающееся сегодня в нас, в наших судьбах, в нас верующих. Спасибо тебе, Господь. Потому что мы плоть от плоти твоей, кости от кости твоей. Потому что кровь твоя в наших жилах. Потому что тело твое ломимое. Боже, сегодня тело твое, это мы. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Господь. Благослови, Господь. Боже, нас сегодня причащающихся. Тело Иисуса Христа. Аминь. Кровь Иисуса Христа. Аминь. Тело Христово примите, братья и сестры. Источника бессмертия вкусите. Это сам Господь Иисус Христос, умерший на Колбовском кресте. Почти две тысячи лет назад свершилось, свершилось это. И сегодня в наших судьбах совершается великое чудо через его свершение. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Мы с тобой одной крови, ты и я. Мы с тобой одно. Мы заодно и мы одно целое. Спасибо тебе. Я и Отец одно. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, слава, 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 слава и хвала, слава, слава тебе, честь и хвала, Аллилуйя, 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 спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь, спасибо, 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 спасибо. Спасибо. До кончания века. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Храм Божий свят. Этот храм мы. Аллилуйя. Доброе утро. Благоставение всем, Ольга пишет. Роман. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Лия, да? Адонай. Доброго Божьего ранку. Дякую. Доброго ранку. Аллилуйя. Я благоставляю всех вас. Хай счасты целодубого. Как один батюшка там говорил. Некто негде. Благоставляю всех вас в этом дне. Если вечером получится, даст Бог выйду. Если нет, то просто в молитве вспомните вечерний меня ради Господа. Вот. И в 6 часов вечера в 6 утра завтра включаемся тоже за 23-е. Да, я здесь же, да. Вот. Пусть Бог благоставит вас во имя Господне. Благоставляю свою семью сегодня. Сейчас, прямо сейчас благоставляю свою супругу драгоценную Инну Сергеевну. Наших детишек благоставляю. Наших внучат благоставляю во имя Господне. Благоставляю вас и ваши дома, родных, ближних. Аллилуйя. Благоставляю Израиль, благоставляю Иерусалим. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, братья и сестры. Радуйтесь, люди. Смерть Господню возвещаем всей планете. Потому что нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Потому что через смерть нашего Господа Иисуса пришла жизнь, жизнь и жизнь с избытком. Аллилуйя. Потому что один за всех и все за одного. Он один за всех нас пролил свою кровь, отдал свою жизнь, кровушку свою на кресте пролив, доказал любовь Божью. Аллилуйя. Вот. И все мы за одного, за Господа единого. Аллилуйя. 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 Братья и сестры, Христос в нас и среди нас и есть, и будет. Аминь. Благоставляю всех вас, возлюбленные во Христе, друзья церковной реформации, благоставляю всех вас из города Санкт-Петербурга, с берегов Невы, Ижоры, Черной речки. Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь, Христа спасителя, киевская архиепископия. Друзья, и умоляю, в молитвах вспоминайте меня, раба Божьего, вашего соработника на Ниве Божьей. Вот. И в августе месяце, кто будет в Киеве, добро пожаловать на наш собор, Преображенский собор, который будет в воскресенье 18 августа, ну и 19 тоже, как продолжение, продолжим. Даст Бог, сделаем тоже с трансляциями, там все прочее. Но если вы будете иметь возможность быть в Киеве непосредственно, то вот я уже заранее вас предупреждаю. И еще, зачем я говорю об этом? Чтобы вы тоже приложили усилия определенные и в молитве, и финансово участвовали в служении. Остается три месяца, не так много. Я эти дни поработал и еще буду работать. Переделываю статьи, дорабатываю. И очень хочу в начале августа, приехав в Украину, хочу издать как раз сборник статей. И еще, кто владеет украинской мовою, чтобы проект сделать правильный, я делаю через Google, но там, конечно же, я не могу все проследить. Надо пересмотреть и редактировать украинскую мовую. То, пожалуйста, свяжитесь со мной, хорошо? Некоторые статьи хочу издать тоже и украинскую мовую. Сборник такой, чтобы был русско-украинский, сборник такой был. Все, пусть Бог благословит вас, дорогие друзья. До встречи. С Богом. Мир всем вам. Шалом. Аллинуя. Аллинуя.